Жизнь инферситета наполнена яркими событиями, где каждый студент может раскрыть себе и найти занятия по душе. Множество студенческих объединений вместе, делая одно общее дело, прославляя Талевский университет! 24 января 2022 года, то есть вчера, в сценах нашего университета началась студенческая неделя с значимым и знаковым событием. Вы, Марина Смегера, студенческой ассамблеи университета. И сегодня символический день, в День студента. Мы начинаем торжественную церемонию инаугурации новоизбранного спикера. Мы приглашаем студентку экономического факультета, спикера студенческой ассамблеи Талевского университета, Шевченко Анастасию, под Ваши аплодисменты! Я, Шевченко Анастасия, клянусь честно выполнять свой дом во благо другим, во благо студенчества Талевского университета. Обещаю быть достойным примером для тех, за кого я в ответе. Клянусь заботиться о сохранении и приумножении традиций университета и студенчества. Новые традиции нашего университета. А именно, ежегодно проводить студенческую, интеллектуально-развлекательную игру, что, где, когда. Уважаемые и государственные службы, Шевлякова Дарья Дмитриевна, студентка Кати, государственного управления, Мороз Артем Сергеевич, студент Института гражданской защиты, Федис Кирген Евгеньевич, студент Института строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, Волчков Дмитрий Евгеньевич, студент Института технологии и инженерной механики, Веник Евгений Владимирович, студент Института транспорта и логистики, Кукушкин Андрей Валерьевич, студент факультета компьютерных систем и информационных технологий, Семенюк Алёва Алексеевна, студент Института философии, Кальковский Станислав Русланович, студент юридического института, Капитан команды знатоков, Киркин Алексей Николаевич, студент экономического факультета. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мой вопрос такой. Это вещество, основной компанией кислотных дождей, газообразной формой, оно может вызывать тишину для ожога. Впоследствии попадания вещества в желудок может стать усиленное водоотделение, а в случае большой дозы, и роток. При случайном жертвыхании не исключен и тарминск, назовите это вещество. Господа, вообще это по сути азон. Я уже готов вообще дать до сочинства. Это срочно уже попробую. Как бы... Хорошо, смотрите, это вещество, которое у нас вызывает азон. Я не вызываю азон. Оно... Азон или диоксид? Нет, а тебе вещество спрашивают. Я спрашиваю вещество, а не его смесь, форму кто-то ждет. Ну ладно, хорошо. В принципе, мы ему даем слово. Ваш ответ, команда знатоков? Наш ответ – азот. Азот. Вопрос в следующем образом. В комиксе, событие которого происходит в 19 веке, неожиданное озарение символизирует она. Назовите видео двумя словами, которые начинаются на соседнем углу алкоголитом. Время. Смотрите, а вы вернете, позорение символизирует она какой-то комикс. Знаю, Рума – это либо Марвел, либо Звездные войны. Где два слова начинаются с соседних букв алкоголитом. Форма какая? В каждой семье. В 19 веке. Еще плюс комиксе использовалась. Мне кажется, вы считаете женщины, но еще одни прилагания. Романы являются, может быть, у вас в какой-то еще важный блок направленный, может быть, еще в какое-то направление, подсказка. Да, хорошо. Да, не может быть «Звездная женщина». «Звездная женщина» в каждом доме? Либо нас сбивают ведущие. Да. Какой предмет может символизировать неожиданное озарение в 2022 году? Слово предоставляется Евгению Венику. Пожалуйста, еще раз вопрос повторяйте, и мы отвечаем еще. В комиксе, события которого происходят в 19 веке, неожиданное озарение символизирует «Она». Назовите ее двумя словами, которые начинаются на соседние буквы алфавита. Ответ. Команда знаков. Лампа накаливания? Нет, не соседей. Ну, пожалуйста, ответьте на правильный ответ. Алексей, послушайте. Насколько мне известно, лампа накаливания была изобретена чуть позже, а до лампы накаливания была керосиновая лампа. Керосиновая лампа. Керосиновая лампа. В программировании есть такое понятие, как двумерный массив. Он же может называться матрицей математической. Как будет называться двумерный массив, в котором все строгие столбцы равны? Я учу питон, ребят. У меня там все через эти. Судя по лампурному суббинарию, который прозвучал. Хорошо, подожат на матрицах. Хорошо, а что еще? А какая форма? Сыровой матрицей. Пойдет единичная матрица. Единичная матрица? Нет. Правильный ответ – квадратная матрица. Я же сказал. Но, к сожалению, второй раз, вторая часть ответа ваша правильная, но... Это случилось в 1899 году. На одном из ресторанов в Нью-Йорке появился слове «Всегда открыто», «Всегда закрыто». Что хотели сказать рестораторы, и что они хотели сохранить в данном помещении? Время. Кто будет отвечать? Отвечать. Отвечать будет Евгений Винник. Пожалуйста. Подумайте то, что вы говорили. Что сказать о них хотели? Ну, дверь в этот ресторан была, которая прокручивается, так, круглую. Вращающая дверь. И сохранить тепло. Молодцы! Закончите, пожалуйста, одним глаголом. Актуально и сегодня четверостишнее. Василий Львович А. Пушкин. Это для Левушкина. Внимание. На что у меня жизнь? Решился я друзей, которые меня любить всегда хотели. Что ж, умерли они в свой горести твоей. Нет, живы, но... И вам нужно закончить глаголом, правильно? Положением... Повторите, это одно слово. Один глагол. Вы не против, если... Повторите, пожалуйста, еще раз. Да, я тоже хотел признать. На что у меня жизни? Решился я друзей, которые меня любить всегда хотели. Что ж, умерли они в свой горести твоей. Нет, живы, но... Досрочно ответ буду отвечать я. Пожалуйста, еще раз. Давайте вы прочтете, а я закончу вас. На что у меня жизнь? Решился я друзей, которые меня любить всегда хотели. Что ж, умерли они в свой горести твоей. Нет, живы, но... Разбогатели. Браво! Совершенная точка. Правильным еще раз. А вот это пока. Командос надо копотить. Уважаемые знатоки, поясните, пожалуйста, почему мне предоставляется возможность свалить кровь высоко в артепенте? Вода кипит при нижней температуре и рис не может свалиться. Это можно засчитать, но это какой-то соединишка, может длинный отвод. Ниже, чем температура необходима для варки риса и приготовления плова. Из-за того, что высоко в горах Тибета низкое атмосферное давление, из-за чего температура кипения воды ниже, чем температура необходима для приготовления плова. Мурам Анатольевич, отлично! 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 А что ты говоришь? Спину не просила. Ты что, с ума сошел? Какая детвора? Ты себя в зеркало видел? Ну, видел. И что? Ведь для каждого, сидящего в зале студента, мы как бы на ранг ниже. А так как все студенты по возрастному центру относятся к категории молодость, то мы никто иные, как дети. Знаешь что? Дитя-то, пора взрослеть! И раз уж ты здесь, стоишь с нами на одной сцене, запомнили. Мы ОДИН БРИКАДА ЛЮБНОСТЬ! Мы здесь совсем не нарушения, и мы пополним стройные ряды студенческих. И может быть, кому-нибудь из нас посчастливится учиться в университете имени Владимира Дарья. Какая же ты дальновидная? Да, потому что каждый помечтает учиться в этом новоситете смотрит в даль. Смотрим даль, смотрим даль, смотрим даль. Время, ветер и песок Дни сливаются в года Но ты всю жизнь искал момент Наконец-то ты студент Очень рады за тебя Ты бери от жизни все Нету завтра, есть сейчас Это жизнь, вода, ворот И падение, я и взлет До мечты один лишь шаг Смотрим даль, скажем вместе Смотрим даль, это мечты Смотрим даль, жизнь прекрасна Смотрим даль, смотрим даль Каждый вместе смотрим даль Это песни, смотрим даль Читает нас, смотрим даль И цветы счастья рождены Смотрим даль, скажем вместе Смотрим даль, это мечты Смотрим даль, жизнь прекрасна Смотрим даль Студентам снять готов не каждый. Студентам нужно быть в душу. Вот мы и решили выяснить, кто такие студенты. Оказывается, студент это человек, который постоянно хочет спать и есть. Попадая в университет, студент сначала ничего не понимает. А потом привыкать, потому что ничего не понимает. Студенты и деньги – вещи совместимые, но редко и не наоборот. Но на студенты и сессия понятия неразделимы. Студенты, в третий раз не сдавшие сессию, просят убрать из лексикона устойчивое выражение «Век живи, век учись». А самая главная студенческая ложечка – это список использованной литературы. Три кита, на которых держится студент, заучил, сдал, забыл. Студенту тяжело живется, ведь ему постоянно не хватает стипендий. И два раза в год на пару дней приходится становиться сверхчеловек. Но, как бы там ни было, студенческие годы – это самое замечательное время, которое дарит множество открытий. Веселье позволяет найти много новых друзей. Дорогие друзья, мы от души рады, но в глубине души завидуем тому, что вы перешагнули черту взрослой жизни. Стали отчасти самостоятельными. Для нас это еще впереди. Мы поздравляем вас к праздникам! Поздравляем вас к праздникам! Поздравляем вас к праздникам! Поздравляем вас к праздникам! Точка 3, где запятая комната 3, 4, Вся все трюкшие оркеста, Вас к праздникам раздавать, Как ни как конец и межный марш, Броском заполучить его! Самые-самые яркие-яркие в жизни фрагменты, Самые-самые жаркие-жаркие комплименты, Ошибаетесь, есть моменты, Поддаетесь на эксперименты, Но так иначе, на новые студенты! Простите, не за четку в небо, Раскрытое окно, И спрячешь под подушку, Ведь способом волновь, Всю степень тью пропутал, Ты подгулял на славу, Извините, что так поздно, Можно бросить коляю. Марш, Броском заполучить его! Субтитры создавал DimaTorzok